Людмила Дмитриевна Орлова в общественную приемную органов исполнительной власти региона пришла первая. Пенсионерка, недовольна проведенным ремонтом многоквартирного дома, в котором она проживает и в подтверждении некачественно выполненных работ, принесла целый пакет документов. Мне нужно, чтобы не дуло ни из окон, ни из дверей. Как они могут делать? Я не знаю. Управляющая компания 40 лет дома. Внимательно выслушав посетительницу и уточнив необходимые детали, представитель госжилинспекции озвучивает свое решение. Будет назначен инспектор, который выйдет с проверкой, определит, какие необходимо провести ремонтные работы в подъезде многоквартирного дома. Если будет подтверждено, что действительно необходимо проведение ремонта, госжилинспекция выдаст предписание о проведении такого ремонта и дальше будет контролировать ход. Следующими на прием к Сергею Кочарскому пришли мытищенки Татьяна и Елена. Тоже с проблемой коммунального толка. В их доме уже долгое время протекает крыша и вопрос, несмотря на многочисленные обращения в управляющую компанию, так и оставался нерешенным. Если вопрос только в текущем ремонте, соответственно, будет выдано предписание управляющей организации о проведении ремонта и жилищная инспекция будет контролировать данный вопрос. Если это вопрос капитального ремонта, значит, тогда жилищная инспекция известит об этом управляющей компанией, для того, чтобы управляющая компания, в свою очередь, приняла меры о включении данного дома в программу капитального ремонта, либо о перенесении на более ранний срок проведения капитального ремонта кровли. Прием в здании администрации представители Государственной жилищной инспекции Московской области проводят ежемесячно. Но если ваша проблема требует срочного вмешательства, в ведомстве предлагают не ждать личной встречи. Жалобу можно направить в письменном виде через сайт ведомства. Тогда ее рассмотрение будет еще более оперативным. Юлия Федориненко, Денис Петров, информационная программа «День».